всем привет с вами опять Игорь сегодня хочу сделать обзор аккумуляторов до электровелосипеда как их установить как ими правильно пользоваться чтобы они долго вам служили как можно дольше максимально дольше там есть некоторые правила использования этих аккумуляторов вот вот на таких аккумуляторах я ездил раньше так как только я купил электро набор для переделки собственного велосипеда вот этот на этом велосипеде у меня стояла мотор колесо спереди сейчас она у меня стоит потом немецком сначала она у меня стояла на этом все ничего но куда деть было эти аккумуляторы вот это вот проблема такая большая считаю проблема он не предназначен этот велосипед чтобы на него цеплять аккумуляторы нет никакой ниши емкости чего такого здесь нет приходится что-то выдумывать самому там кто покупал электро наборы там знает идет сумка такая специальная на багажник она ставится там с кому ну сумка это ну куда она годится во первых багажник занимается на него ничего не положишь при том они там болтаются в этой сумке она потом по дороге их собирать эти аккумуляторы рассыпанные это никуда не годная такая конструкция и я вот сделал такой ящик ящик для аккумуляторов сначала у меня были такие вот аккумуляторы 9 амперные вот такие вот да это я самые первые мои аккумуляторы 9 ампер 12 вольт потом я купил вот такие 12 ампер 12 вольт чем они отличаются они отличаются только шириной по высоте по высоте и длине они одинаковые разница только в ширине поэтому ящики которые я под них делал и вот они тоже отличаются только высотой и шириной длина у них одинаковая поэтому их можно ставить свободно они становятся в эту раму вот вот этот ящичек саморезами он скрученный это был такой для 9 амперных аккумуляторов тут тоже такая выемка под раму делается вот я покажу как этот ставится вот сюда вставляется аккумулятор аккумулятор должен сидеть плотно здесь с боков с боков вот это стенки должны плотно его стягивать чтобы он не болтался вот так вот ставится один потом второй аккумулятор и третий там я третий пока что не буду ставить их потом тяжело вытащить они плотно один к одному так они вставляются сюда плотненько так один к одному потом вот этой крышкой этой крышкой мы закрываем этот ящик я их не буду там держать мыши их тяжело потом поднимать сейчас я прикручу его крышечку на два самореза чтобы показать как он вставляется в раму вот вот в этом ящике мы видим вот здесь вот такая есть прорезь вот она так вот видно да она нужна чтобы его засунуть засунуть в раму и с этой стороны тоже прорезь вот такая чтобы его поставить как он ставится ну это тут отверстие под зарядку сюда вставляется а тут с этой стороны силовой выход выходит выходит мы берем ее сначала ставим от этой вот выемкой этой выемкой видно да вставляем его вот сюда в раму отставляется а эта сторона она просто как бы задвигается туда все он стал на свое место вот как он здесь стоит и вот так вот он здесь стоит снизу он у нас уже не выскочит никуда сверху он тоже не выскочит ну что его держит вот это вот труба собственно рама если он хочет куда-нибудь верхом вот я его толкаю сейчас к себе рукой он уперся крышкой в эту трубу не лезет теперь я толкаю к стенке но все он опять уперся вот это вот все еще он может это все что он может дальше он никуда не выходит почему собственно я сделал такой ящик чтобы его можно было снимать так вот он выглядит как бы сбоку такой неплохой вид он не мешает ногам крутить педали багажник у меня всегда свободный корзинка свободная одним словом ничему и никому он не мешает ящик надо делать так обязательно чтобы он снимался аккумуляторы для чего если вы ездите в холод по морозу там вас холодные эти аккумуляторы они очень остыли их нельзя заряжать холодными нельзя а их надо снимать заносить в дом прогревать до комнатной температуры и только тогда подключать зарядное устройство иначе вы их просто угробить и очень быстро они не берут вообще зарядку когда они холодные это ниже нуля там оптимальная температура для зарядки использования аккумуляторов это плюс 20 градусов примерно плюс 20 но разряжать их можно при любых температурах вы просто при холодных там температурах отрицательных вы с них ничего не возьмете они там чуть-чуть что-то выдадут но они не испортятся но если вы их будете заряжать холодными это будет очень плохо для аккумуляторов это касается любого типа аккумуляторов и свинцовых таких вот гелевых так называемых и литиевых вот на этом аккумуляторе я езжу сейчас вот такой вот литиевый аккумулятор 36 вольт 14 почти ампер тут почти там 13 7 что-то такое ампер он легкий всего три с половиной килограмма вот этот вот ящик с 12 амперными это 12 ампер получается 36 вольт весит 13 килограмм это по 4 килограмма аккумулятор да да плюс еще ящик то больше наверно 13 килограмм даже больше а емкости в нем меньше чем в этом аккумуляторе литиевым но он конечно дорогой вы знаете что он дороже что у него есть еще интересно в этих литиевых аккумуляторах заводской коробочке вот я открыл ту резиночку и мы видим здесь что мы здесь видим юсб выход с этого юсб выхода можно подзаряжать телефоны гаджеты планшеты все что угодно чешу заряжается под юсб можно ее заряжать это очень удобно я вам скажу когда у меня не было света дома я от него и заряжал планшет телефон очень хорошая штука это выключатель обычный я не знаю для чего он тут нужен этот выключатель я не пользуюсь а это зарядное такое зарядное закрывается тоже герметически резиночка это не очень туда хочет влазить влезла и вот так вот еще одной резиночкой она закрывается до вода уже не попадет с этой стороны у нас замок вот он без ключа этот ящик с аккумуляторами бокс снять с рамы невозможно это показывает зарядку полностью заряженные все зеленые индикаторы сверху я фольгу его плеил чтобы он не так грелся на солнце летом потому что еще один момент нельзя аккумуляторы перегревать на солнце нельзя это тоже очень для них плохо у них после 40 градусов это даже инструкции каждой написано начинается очень быстрая деградация лития и не только лития вот эти вот свинцовые аккумуляторы они тоже очень боятся перегрева они летом в основном они летом наверное портятся вот перегрева солнцем то есть вы ее сильно очень просто разряжаете когда он нагретый ниже так сказать порога когда он потом остывает у него напряжение падает ниже допустимого уровня вот что это происходит вот такой вот ящичек я хотел показать я думаю кому-то он будет полезный такой так сказать конструктивный изобретение моё то что я придумал очень он удобно я на нем проездил вот с этим и с этим ящиком с этим два года и с этим два года ну такие вот они недолговечные эти свинцовые аккумуляторы это это если вы их взяли например купили весной в этом году то уже под конец сезона это под конец осени вы уже заметите падение емкости на них то есть уже не сможете столько проехать сколько раньше вы могли проехать на этих аккумуляторах вот такие от них ну совершенно недолговечные а то что просто они дешевые заметьте что ни один европейский электровелосипед европейского производства не комплектуется свинцовыми гельевыми аккумуляторами я таких электровелосипедов не видел это только китайские электровелосипеды комплектуются такими аккумуляторами поэтому они дешевле все нормальные европейские электровелосипеды комплектуются именно вот такими вот литиевыми ну или другими какими-то но литиевыми литий никель никель кадмий там еще есть там всякая химия вот формата 1865 но вот такими вот не свинцовыми только не свинцовыми так что вот я видел много в интернете делают там в раму вставляют самодельные собирают сборки аккумуляторные с этих элементов 1865 и вставляют вот в этот треугольник рамы вот сюда заполняют его как-то жестко его крепят не съемно то есть снимать нельзя я так понимаю у них эти аккумуляторы очень плохо потому что даже если вы сделаете резетку где-то на улице и будете там подвели велосипед и заряжаете летом это еще ничего не страшно нормально но холод еще раз повторяю нельзя заряжать их холодными нельзя их надо снимать зимой там или когда вы ездите в холодное время года заносить домой прогревать до комнатной температуры и только тогда включать зарядку если вы хотите чтобы они у вас прослужили столько сколько там предусмотрено производителем при определенных вот таких вот условиях производителя такие условия использования аккумуляторов поставил вот их надо соблюдать если вы их соблюдать не будете они у вас долго не прослужат поэтому я против этих всех самодельных сборок они которые жестко стоят в раме и которые не можно снять я тоже раньше думал собрать такой аккумулятор свои элементы 1865 но проблема что надо покупать вот этот вот бокс вот это все надо это не годится вот эти вот пластиковые там коробочки которые жестко навсегда крепятся это не годится их надо снимать вот этот намного удобней вот у него замок этот шпиндель который высовывается закрывается от это направляющие собственно вилка вставляется вот сюда она очень удобно практично надежно так вот раз все вставили он уже тут стоит его уже так просто не снимешь вот надо только ключом сюда открыть ключиком и все тогда его можно снять проворачиваем и вытаскиваем это надо делать двумя руками я сейчас одной рукой это не сделаю вот вот этот вариант я думаю намного практичнее и эффективнее вот этих всех этих самодельных сборок которые вроде бы дешевле получаются потому что там нет заводского такого бокса аккумуляторного на специальной рельсе с замочком но то что он у вас меньше прослужит если вы будете ее холодным заряжать то что оно выйдет дешевле то оно выйдет просто дороже вы его будете гробить так сказать ваш почему такое внимание уделяю аккумулятор это самая дорогая часть электро велосипеда мотор колесо вот оно там сам велосипед хоть это и немецкий велосипед хороший но все равно это все стоит дешевле чем вот этот вот аккумулятор литиевый это самая дорогая часть любого электро велосипеда поэтому к ней надо относиться очень бережно знать правила эксплуатации чтобы он у вас долго надежно работал и радовал вас ваш электро велосипед вот как бы и все что я хотел рассказать по ним по этим аккумулятором да еще раз не заряжать холодными заряжать только при комнатной температуре там определенные есть параметры 15-20 градусов не меньше в жару сильную где-то их прятать надо в тенек там ставить велосипед не оставлять там если выше 30 градусов я не знаю где то я там в тенек ставьте или что-то делайте там с ним как-то заносите в дом ну не оставляйте чтобы они нагревались не литиевые не вот эти вот свинцовые это нельзя нельзя их нагревать они деградируют и портятся очень быстро при таком нагреве летом в жару вот ну это основные такие правила использования подзаряжайте его кстати тоже подзаряжайте при любой возможности не ждите пока он сядет вообще до отключения контроллера есть возможность зарядить зарядите включите в зарядное и подзарядите даже если вы еще мало на нем проехали это намного дольше прослужат они у вас от этого старайтесь не допускать полного разряда не литиевых не от этих вот они такого не любят вот ну как-то наверное все на этом если что-то непонятно по аккумуляторах спрашивайте я уже езжу на электро велосипеде пятый год так что спрашивайте подписывайтесь на канал будет еще много чего интересного и про электро велосипеда и про много чего другого ну все тогда всем пока спасибо за внимание спасибо за внимание